Привет, болельщики! Рядом со мной два новичка, два нападающих, которых вы так долго ждали. Денис Лаптев, АК «Беларусь» и Егор Дорохов, АК «Челяба». Привет, парни! Мы рады видеть вас в Москве. Надеюсь, что вы рады тоже. Надеюсь, что будете радовать наших болельщиков. Вы оба нападающие, как я уже сказал, и поэтому сегодня для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы наши болельщики узнали вас получше, мы решили для вас провести несколько конкурсов чисто для нападающих. Что должен делать нападающий? Забивать. Забивать. А ты, Дэн, что думаешь? Только забивать. Только забивать. Не только забивать, хотя забивать – это, конечно, важная штука для каждого нападающего, 100%. Но есть еще моменты, которые для каждого форварда необходимы. Сейчас подсказка будет. Вы оба довольно высокие, парни. Что еще должны делать нападающие? Силовая борьба. Силовая борьба. Верховая борьба. Верховая борьба, да. Ну, в принципе, вы на правильном пути. Есть у этого такое обозначение. Говорят, что нападающие должны выигрывать воздух. Есть такая тема, да? И первый наш конкурс так и называется – «Выиграй воздух». Погнали! «Выиграй воздух» – ряд свечей для каждого из наших новичков. По одной попытке у них. Кто больше свечек в этом ряду задует, тот и победил. Погнали! Так, итак, начинает Егор Дорохов. Егор, готов? Да. Там в ряду 24 свечки. Давай, у тебя одна попытка. Одна попытка, братуха. Давай. Воздухо в легкие и погнал. На счет три. Раз, два, три. Сколько ты сдул? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь свечей. Как ты оценишь результат? Слабовато, я тоже думаю. Ступают ребята на опыте. Денис Лаптев. Сейчас сделаешь красиво? Попробую. Давай, воздухо в легкие. Там у Егора было семь. У тебя задача не очень. Восемь. На одну, на одну свечу Денис Лаптев задал больше, чем Егор Дорохов. Счет становится 1-0 в пользу Дениса Лаптева. Пока опыт побеждает молодость. Перемещаемся на другую сторону стола. Я напомню, что после первого конкурса Денис Лаптев АК Беларусь обыгрывает Егора Дорохова АК Челябова. Сейчас второе задание. Ребята, но для начала вам вопрос. Что еще должен делать нападающий? Мы выяснили, что выигрывать воздух, забивать. Забивать вернемся попозже. Что еще? Линия. Оффсайд. Оффсайд. Он должен быть всегда на вот этой линии. Должен не попадать в офсайд. Должен дергать защитников и так далее. Вот второй наш конкурс и называется офсайдная линия. Ты берешь одну бутылочку. Ты пытаешься сделать так, чтобы она после твоего вот такого движения оказалась как-то ближе к линии. А еще лучше, если она окажется прямо на линии. Один балл начисляем тому, чья бутылка в каждом из раундов оказывается ближе к красной линии. Если она за нее переходит, это минус балл. Это значит, что вы в офсайде, так что имейте в виду, пацаны. Окей? Давай, Егор. Если бутылка падает, тоже балл не получает. Так, смотри. Аккуратненько, внимательно. Ты видел, как делает молодой? Да. Он что-то слишком сильно, слишком врезан. Есть. Но вот это далеко. Далеко от линии. Но учитывая ошибку Егора, ты получаешь балл. Один ноль, таким образом у тебя становится два. Черт, давай. Ну, допустим. Далеко от линии, но... Демни. 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 Хорош. Думаешь, ты сейчас все все перейдешь? Да. Вот это ты, Мирон. Хорош, хорош. Ребята поменялись сторонами, потому что Егор думает, что делал в этом только исключительно. Сейчас попробую с этой стороны сделать красиво. Да не, не теряй. Да на меня делают. Не твоя война, короче. Ооо. Не тут. Да нет, вообще не. Закончился у нас конкурс оффсайдная линия. Здесь со счетом 3-0. Год сильнее Денис Лаптик. Егор сказал, что это не его война. В общем, у нас счет 4-0 уже, учитывая конкурс в Игры Воздух. Прежде чем перейдем к третьему, немножечко найти девочки. Вода, Варгол. Советую вам тоже, ребят, подкрепиться. Потому что следующий раунд будет на 5 баллов. И прежде чем мы начнем этот раунд, мы с вами переместимся в другую локацию, а именно на улице. Третий конкурс. Что должны уметь делать нападающие, вы уже говорили? Забивать. Забивать. Сколько забьете за торпедо в этом сезоне? Очень много. Очень много. Дэн. Постараемся не огорчить болельщиков. Ооо. Тут чувствуется опыт у человека, да? Сразу такой политический такой мотивчик. Так, смотрите, мы сейчас будем с вами забивать. Мы дадим вам на это дело одну минуту. У кого к окончанию этой минуты останется меньше торчащего гвоздя над этой деревянной поверхностью, тот из вас, парни, лучше забивает. Готовы? Готовы. Готовы. Три, два, один. Поехали. Десять секунд прошло. Давай, давай, долби, 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 долби. Мне кажется, что мы на месте просто стояли. Ооо, у меня потом сломался. Инструмент сломал, молодой. Че творится? Давай, 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 давай. Так, 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 так. Осталось 20 секунд, пацаны. 20 секунд. Забивай, забивай, забивай. Егор, ныряйся. Давай, давай, давай. Чудеса, смекалки прояви, братан. Давай, 10 секунд. 10 секунд. Он даже сломается. Так, это гвоздь Егора Дорохова. Ну, забил ты на совесть. Посмотрим на гвоздь Дениса Лаптева. О, завхоз идет. Сейчас, говорит, полировать заставлю. Я так понимаю, что и здесь опыт у нас победил. А это значит, что счет становится 9-0 в пользу Дениса Лаптева. И в нашей битве нападающих побеждает опыт Денис Лаптев становится лучшим. Сегодня, Дэн, мы тебя поздравляем. Спасибо. Мы тебя поздравляем и дарим тебе в подарок. Как ты думаешь, что? Гвоздь забирай, он твой, братан. Да, как? Ну, это уже, это уже твое дело. Егор, ты не расстраивайся, пожалуйста, дорогой человек. Я подумал, молоток новый куплю. Ты покупи новый молоток. И самое главное, на поле, на поле делай красиво. Ну, так же, как и ты, Денис, естественно, мы рады видеть вас, парни, в составе торпеда. Удачи, успехов, голов, вам и нам всем радости от вашей игры. Спасибо за участие. Спасибо. Спасибо. Пока.